Казахстан Назарбаев Казахстан Назарбаев В зависимости вся политическая элита страны, члены правительства, депутаты парламента, акимы регионов, главы агентств и ведомств. Нурсултан Назарбаев не стал перечислять показатели, с которыми страна завершила очередной год, а сразу приступил к плану по реализации стратегии 2050. Стратегия 2050, как путеводный маяк, позволяет нам решать вопросы ежедневной жизни людей, не теряя из виду наши основные цели. Это означает, что мы ежегодно, а не через 30-50 лет, будем улучшать жизнь наших граждан. А для этого придется эффективно трудиться. Государство должно создавать все условия, подчеркнул президент. Уже в этом году правительство должно обеспечить рост экономики на 6-7%. Министр экономики Досаев считает, что это достижимое, я тоже так считаю. Очень важно. Видите, мы говорили среднесрочный 4, уже говорим 6-7%. При этом ВВП на душу населения по итогам этого года должен составить не менее 14,5 тысячи долларов. Особую роль в экономическом росте президент уделяет малому и среднему бизнесу. К 2050 году его доля ВВП должна составлять 50%. Нурсултан Азарбаев уверен, что малый бизнес станет всеобщей семейной традицией. Большие изменения ожидает и сельское хозяйство. От фермеров будут требовать эффективного землепользования. Зато он не получит прямой доступ к долгосрочному финансированию и рынкам сбыта без посредников. Кроме того, в ближайшие два года бизнес получит право приватизировать часть госпредприятий. Мы из года в год говорим, Осет Аверонтович, Ио Мерзак Креставич. Или у вас, когда-то вы были революционерами, теперь вы стали консерваторами. Может и правильно, кто до 25 лет не революционер, у него сердца нет. А кто в 40 не консерватор, у него мозгов нет. Но у вас мозги есть, я знаю. Но почему идет стремление, наоборот, государствить собственность, вместо того, чтобы отдавать. Что касается энергетической отрасли, то Нурсултан Азарбаев считает, Казахстану необходимо развивать ядерную энергетику и строить атомные станции. Кроме того, в стране появится еще один нефтеперерабатывающий завод. Президент назвал нонсенсом то, что сегодня мы не можем себя обеспечить горюче-смазочными материалами. Эти и другие положения послания разъясняют для населения предстоит чиновникам. Мы должны рассчитать свои силы, мы должны знать, где мы будем и как. И вот в данном послании Нурсултан Абиш действительно определил, что мы должны сделать, чтобы сохранить свою государственность. Одно понятно, что надо трудиться, не покладая рук, потому что стратегия дает направление на будущее Казахстана. Как и всегда, отдельный блок послания касается социальной сферы. Нурсултан Азарбаев поручил с июля следующего года на 28% повысить зарплату врачам, на 29% педагогам, а соцработникам на 40%. С начала 2016 года на четверть увеличится размер стипендий для студентов. Резюмируя свое выступление, Нурсултан Азарбаев подчеркнул, что все действия по достижению главной цели стратегии 2050 должны следовать четким принципам. Спасибо за аплодисменты и поддержку. Это говорит о том, что мы все будем работать над этим, да? Дамир Айдаров, Виктор Джигерис, Булат Каманов, 7 канал.